Всем здорово народ, вы на канале Шенуни Гейминг. Прямо сегодня я отвечу на комментарий своего подписчика, который спрашивал меня, а стоит ли покупать Тойоту Камри, на которую он копит уже 3 дня, играя на сервере. Вот она Тойота Камри, огромное спасибо игроку Артем Барвинев, не знаю как правильно, надеюсь правильно назвал, предоставил мне этот автомобиль покататься, его полные характеристики с налогом и всем остальным вы сможете как всегда найти в паблике чертовщины SSD Planet, где регулярно обновляется биржа, где регулярно обновляются автомобили, налоги, цены, все остальное вы сможете найти там, так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на этот паблик, он очень полезен. Ну так, давайте смотреть, что у нас по внешке первым делом, да, давайте, как говорится, встречаем мы по одежке, провожаем по ТТХ, так сказать. Поэтому смотрим, машинка выполнена очень таком и агрессивненьком стиле, достаточно таком резком, выглядит она конечно мощно, красиво, Тойота Камри это та тачка, которую я сам себе наверное планирую купить, потому что, ну не знаю, чисто внешне она мне очень сильно нравится, тут вот она вся черненькая с тонировочкой, вообще прям просто бомбезная. Как мне известно, на сервере пока что тюнинг недоступен, а нет, смотрите, уже доступен тюнинг, а нет, автомастерская не работает, а вот детайлинг студия работает, хорошо, значит покрасить машину вы сможете. Садимся в тачку и смотрим, как у нас что это работает. С ребятками я пообщался, поспрашивал, что как по машинке, ребят, стоит ли брать вообще Тойоту Камри, сказали, что относительно вот цены и качества нет. Но, если ты понимаешь, зачем ты берешь эту машину, я думаю, что можно и сказать да, потому что от такой тачки это как бы, ну простая машина, тут ничего такого очевидного, такого дерзкого, прям крутого нету, не должна нарвать, мне кажется, прям вот так дико. Но Тойота Камри, Тойота Камри, выглядит она конечно бомбез, давайте выйдем на дорогу и сейчас мы будем замерять ее разгон максимальный, сколько она гонит, от 0 до 100, от 0 до 200, потому что знаю, что она гонит где-то в районе 250, и за 2 миллиона это типа мало, как мне сказали. Но, если честно, как бы, вот я так подумал, и да, ведь и правда мало, ведь всего лишь это ГЛМ Сиера, который я купил в прошлом видеоролике, ссылка на него в описании, кстати, сейчас подсказка вылезет, он гонит 200, 210, даже 220, его можно разогнать так хорошо с горки, то Тойота Камри едет не особо-то и быстро. Ладно, давайте со старта, сейчас 0,100, давайте раз, два, три, погнали, и вот мы видим, да, как она туго стартует, прям вот вообще туго-туго стартует, вот еле соточка была, сейчас идем до 200, оп-оп-оп, еще чуть-чуть и 200 взяли, 200 взяли, хорошо, едем. А теперь замеряем максималочку, максималочку, пока что 225, что-то дальше она не особо хочет ехать, 230, еле-еле берем, едем дальше, так, сейчас в горку, блин, здесь придется притормозить, потому что иначе мы слетим с дороги. Сейчас, надеюсь, вот тут мы сможем взять больше, чем 230, потому что здесь вот мы видим такая небольшая горочка, спуск, и неохотно она едет, ну прям неохотно, прям чуть-чуть, вот как будто бы что-то ей мешает разогнаться прям дальше, да, вот. То есть, как бы, чисто вот, говорю серьезно, внешне машина выглядит просто офигенно, но она не гонит, то есть мой ГМС Сиера, который я купил, он едет примерно так же. Да, там может, ну, еле-еле до 220 и дойдет, но до 200 разгоняется спокойно, то есть нужно понимать, да, что этот автомобиль на 2 миллиона он не едет. Что машина на 300 тысяч, стоимостью 350 тысяч, она как бы едет приблизительно так же, а по разгону она намного быстрее, то есть ГМС Сиера быстрее по разгону будет. Как вы помните, я очень сильно удивился, когда мы купили эту машину, вот было, было 240, только что на спидометре, как вы помните, я удивился, как ГМС Сиера умудрился очень хорошо разогнаться, прям в самом начале, я же прифигел. Я не ожидал от той тачки столько, если честно, ну вот, по чуть-чуть, прям вот мы едем, уже 35 было, ну, 40 было, 240 она едет, я думаю, с какой-нибудь прям хорошей резкой горки, ну, 250 было бы, да. Все-таки, ребята не обманули, ребята сказали правду, 250 машина выжмет, но с каким трудом, еле-еле. Вот так вот, сейчас мы посмотрим, как у него по управлению в городе, дальше я уже смогу сказать, стоит ли ее точно брать, или не стоит ее точно брать, но вот пока что я не вижу ничего, никаких таких оснований, чтобы сказать, что 100% нет. Эта машина не делалась, как спорткар, это не какая-то там крутая BMW или Audi, или тоже, например, там, не знаю, Mercedes, он не должен так рвать. Это такой классический автомобиль, это нужно понимать. Давай сейчас покатаемся по городу, поездим в разные поворотики, повходим тут. Чуть-чуть как-то странно на себе ведет, на самом деле, какой-то дрифт есть, вроде бы его нету, но он есть, странно. Вот давай сейчас здесь поколесим. Вот, в принципе, сейчас я неплохо зашел в поворот. Ну, вот видите, да, что-то вот как будто бы дрифтит, но не дрифтит. Звук есть, а дрифта нету. Скользит как-то бы, интересно, странно. Ну, в принципе, автомобилька неплохая такая, нормально. Вот из-за вот этого самого дрифта, туговато как будто входит вот в поворот. Если кто играл на SSD планете в МТА, знают, что с большим разгоном автомобиля, если там выставить в этом мастерской, то с большим разгоном очень тяжело входить в поворот и легко разбиться. Как будто бы здесь вот то же самое. Вот так же тачка дрифтит оставляет полосу от колес. И, не знаю, странновато, странновато. То есть, вы видите, да, и как бы особо никаких усилий, ну, не прям так дико, вот, скорость нормальная, то есть поворачивать должна еще нормально. Ну-ка на малых оборотах двигателя, на малой скорости, сейчас мы посмотрим. Нет, ну тут, в принципе, почти никаких претензий нету, то есть... Как будто бы вот у нее много мощи, знаете, вот сейчас вот, когда вот поворачиваешь, педалька угас, и все, полоса пошла, как будто бы он пробуксовывает. Интересно, не знаю. Возможно, что-то разработчики накосячили с физикой, я, конечно, сомневаюсь. Но вот так вот она себя ведет. В общем, в общей сложности надо, наверное, подвести какой-то общий итог по автомобилю и сказать вот точно, все-таки уже окончательно прийти к какому-то разумному выводу. Пока что могу сказать вот что. Выглядит классно. Едет, ну, неплохо. Может быть за 2 миллиона, даже и мало, но, как мне сказали, тот же Volkswagen Golf, новенький-то, за лям 900, сколько он стоит, там, выжмет получше, как бы. Ну, не знаю, не знаю. Достаточно спорный тут такой момент. Вот чисто из-за внешки, из-за внешки можно взять, да. Но если вы куда-то торопитесь, и вам машина нужна не для того, чтобы ездить и кайфовать, то можете как бы взять ее... Ну, тогда вот ее не стоит в смысле брать. Если вы куда-то будете торопиться. Если вы собираетесь просто кататься, да, стоит брать. Вот. Все, как-то могу сказать только так. Давайте еще салон посмотрим, наконец, чтобы прям вот... Так, где там? Ну, салон у нас такой. Тут вот деревянные вставки мы видим, там какие-то есть интересные. Здесь у нас... Ну, достаточно неплохо, кстати, проработанный салон. Достаточно прикольно. Ой. Так, а что прям вот... Ну вот, все, вот мы прям максимально голову назад увели. Вот, у нас вид сзади. Как это все выглядит? Вот вид спереди. Ну, неплохо. Если честно, неплохо, да. Ну, говорю опять же, чистый из-за внешки. Чистый из-за внешки. По внешке тачка классная. Но, да, гонит как-то слабовато. То есть, говорю же опять, ГМС Сиерра за 350 тысяч, что является таким, как бы, мини-грузовичком, едет так же. То есть, ну, не знаю, что еще сказать. В принципе, если ты, чувак, рассчитываешь на то, что эта машина тебе прям нужна, и ты не готов, опять же повторюсь, ты не готов гонять на ней, и еще что-то, тебе не нужна скорость, то, да, это достаточно неплохой вариант, симпатичный и прикольный. Но, если вы хотите куда-то там гонять, вам нужна скорость, то это не ваш автомобиль. В общем, все, что я могу сказать об этой тачке. Всем подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Если хотите какие-то другие обзоры на автомобили, то пишите, какую тачку вы бы хотели посмотреть. Я найду ребят, может, у кого-то есть, может, уж сам смогу купить себе такую машину. В общем, всем удачи, всем пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok